Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы получили не плохой начальник, но в России мы не потеряли фокусы. Мы продолжаем идти в нашу игру. Моя впечатляет, что у моих коллеги делали очень хорошую работу на все 60 минуты. Особенно Мико Коскин, который нам дает возможность победить матч. Наши шортофельные коллеги уничтожили очень много ударов. Мы получили много позитивной энергии. Это были ключи для нашей победы. Спасибо большое! Хочу сказать, что у нас был неплохой старт в этом матче. Тем не менее, Россия забросила первый. Однако мои ребята не потеряли концентрацию. Они сражались на протяжении всех 60 минут. Очень хорошо себя проявили. В первую очередь, наш вратарь Мико Коскинен дал нам шанс остаться в игре и в итоге победить. Ребята, которые играли в Мишинске, заблокировали огромное количество бросков. Что также помогло нам с итоговым результатом. И самое важное, что мы сохранили позитивный настрой и энергию на протяжении всего матча. Это самый яркий момент сегодняшней игры. Спасибо! Олег Иснаров, пожалуйста. Игра для нас случилась неплохо. Мы были в счете, были шансы. Если вы удовлетели, то, к сожалению, не получилось. И на протяжении всего матча тоже не было шансов. С какой-то командой нужно забивать. Поэтому немножко не получилось. Спасибо! Я бы сказал, что мы не имели плохой старт в этом матче. Мы были лиды, и мы могли бы иметь даже более лиды в первом периоде. После этого мы были большие шансы, большие возможности в целом матче. Я бы сказал, что фантасты были довольно хороши. Но мы должны отбирать больше против такого сильного противника, как Синман. Поэтому, спасибо всем! Пожалуйста, ваши вопросы, коллеги. Не забывайте представляться. Теперь у вас вопросы, и пожалуйста, скажите, что видео вы представляете. Игорь Робинер, «Спортэкспресс», Олег Валерьевич. Во-первых, все-таки так и не удалось возродить большинство с момента приезда вашингтонцев. Ноль из двадцать четырех. В чем причина, что именно не удалось? И второй вопрос. Как вы считаете, можно ли говорить о том, что Александр Овечкин так, в общем-то, в чемпионате в игру команды не вписался? Есть ли согласны с этим, то по какой причине? Ну, наверное, не согласен с этим. Просто к нему она работает. Соперник очень пристально запустил, закрыли его точку, откуда он забивает его. У нас были неплохие шансы при мне большинстве. В принципе, «Розовый» же был он плохой, но завершающий бросок. Так, что у нас есть два вопроса. Первое, что касается power play, 0 goals out of 24 attempts. И что было бы за это? Второе, что касается Авечкин, и о том, что он смогли стать частью команды. Первое, что ответственность к второму вопросу было, что Авечкин performed довольно хорошо, даже если противополит его любимый участок на земле и не позволил его ударить правильно. И второе, что касается power play, то есть много хороших шансов, но, впрочем, нет хороших шансов. Пожалуйста, следующий вопрос. Кирилл Новокченов, sports.ru. Олег Валерьевич, у Вашей команды всегда хорошо играли второй период, даже выиграли матч играми. Почему сегодня он стал не силой, а слабостью в форме России? Ну, я не сказал, что было слабостью, но мы имели хороший шанс забить. Здесь игра в полуфинале, забиваешь ты, то выигрываешь. Там игра 5-4, мы играем в большинстве, и Майзекин даешь Пашкин. Его цепляет там 100% на 5 на 3, извините, не удаляем. Там были голые, и Патрия. Пожалуйста, следующий вопрос. Ждем вопроса к обоим тренеру. Если, пожалуйста, пожалуйста, я бы плачу, чтобы мы все вместе явно. Украинское информационное агентство «Украинформа» Олег Худри. Спасибо Карри Яланину за эстетически привлекательную игру, особенно во втором периоде. Финляндия давно знает, как правильно побеждать Россию. И если не секрет, какие материалы, какие видеоматериалы были особенно важны при подготовке к конкретному матчу и сопернику с конкретным составом. И если можно, вопрос с Варатус Асина. Реально, меньше чем мы попали? Хорошо, спасибо. Итак, первая вопрос из украинского видео. В самом деле, спасибо команде Финляндии за эстетическое хоккей сегодня. Это очень хорошо для внимания. И есть ли какие-то секреты видеоматериалы, которые вы использовали в этом матче, чтобы найти ответы, как играть против Россию? Нет, мы не сделали. У меня таких видеоматериалов не было специально. Марату Сафинову, Red Machine, кажется, очень конструктивный был креатив. Сейчас, как вам кажется или, насколько вы знаете, получит ли он продолжение, или это была машина одноразового пользования, от новой сборки до первой разборки? У нас пресс-проференция главных тренеров, и я на ваш вопрос просто отвечу. Спасибо. Итак, вопрос был для нового сериала Team Russia, что касается нового маркетинга, как Red Machine, для Team Russia. И ответа к этой вопросе будет присутствовать после пресс-конференции. Пожалуйста, вопросы к главным тренером. Пожалуйста, вопросы к главным тренером. Нет больше вопросов? Нет. Есть вопрос. Мистер Ялонен. Эрико Брайан, Champions Hockey League. О, извините. Мы слышали весь турнир. О, извините. О, извините. О, извините. О, извините. О, извините. сегодня отлично себя проявили и всегда показывают очень высокий уровень который ожидается в матчах против канады сша они себя отлично проявили и сейчас мы очень рады потому что такие молодые талантливые игроки есть у нас просто пожалуйста спасибо всем